Доброго времени суток зрителям канала Злой эколог у нас в очередной раз мы с Максимом Шевцовым и с Аланом Мамиевым обсуждаем насущные вопросы. Здравствуйте, друзья. Привет, Сергей. Привет, Алан. Ну, сегодня, я так полагаю, мы обсудим, как развиваются события после записи нашего последнего видео, где мы обсудили то, как разного рода сектанты, мормоны проникают на государственные должности и влияют на политику у нас в стране. Что после этого произошло, какие события, что изменилось, давайте обсудим. Алан, может быть, скажет первое, что там получилось, или Максим? Да, ничего не получилось. Да, Макс, может, давай начнем. Давайте, я расскажу. Я настроился. А что получилось? Я увидел в посту, Алан, когда выложил свой пост в Фейсбуке, выскочил вот этот самый главный мормон, руководитель внутренней политики Южной Осетии, и начал там Алану говорить, что это неправда, на вет поклеп, ну, тут я включился, как бы, начал ему задавать вопросы, мормон он не мормон, ну, человек слился. Но в этом плане, как бы, я не ожидал, что он будет со мной в дискуссию втягиваться, он сделал ошибку, что, наоборот, он попытался, как бы, сыграть на публику фейсбучную. Но тут мне вопрос другой заинтересовал. А кто такой Бибилов? Я вышел на него, посмотрел, что у человека, Бибилов для наших слушателей, хочу сказать, что это президент Южной Осетии. Я посмотрел, дед у него, отец его, или дед, врать не буду, уже что-то, является орденоносцем, имеет красную звезду, я так понял, за Великую Отечественную войну, орден Красного Знамени, ну, то есть, дед геройский был, скорее всего, дедушка. Сам Бибилов Анатолий закончил Рязанское, по-моему, высшее военно-десантное училище, ну, разведчик такой. Тоже, я не думаю, что такие люди, как бы, являются предателями своего народа. То училище действительно являлось кузнецей патриотизма, кузнецей, которая ковалась на опыте своих дедов, отцов. Поэтому Анатолий Бибилов меня заинтересовал, я тогда задался вопросом, а откуда тогда у такого человека в окружении появился, ну, непонятный жук. Ну, и тут мне на ум пришел наш дорогой Вячеслав Сурков. Тот самый, который работал у Ходорковского, у олигарха Ходорковского, личным телохранителем. Потом был заместителем ВАП администрации президента России. Фигура довольно туманная, расплывчатая. Это легендарно в некоторых кругах, он особо отличился в конфликте в Донбассе, когда заморозил этот конфликт, когда не пошло дальнейшее развитие русского мира на запад. Ну, и, соответственно, это тот самый человек, который курировал вопросы Южной Осетии и Абхазии. Так как у меня есть мои источники в Армении остались с тех пор, когда я работал, и сама мне Армения близка по духу, я люблю ее народ, я люблю те прекрасные улочки Еревана, душевные столы в Гюмри, где я жил и работал. Соответственно, я отслеживаю все события, которые там происходят. И вот эта трагедия, которая произошла с армянским молодежью, с армянским народом в ходе боев на Горном Карабахе, она глубоко меня затронула. Слишком много потерь среди молодого населения Республики Армения. Слишком много горя принесло все это. И когда я вижу, что по-хорошему Пашинян не уходит, мне, конечно, это очень сильно не по душе. Для меня этот Пашинян то же самое, как Алексей Анатольевич Навальный, как госпожа Тихановская в Белоруссии, как господин Зеленский на Украине. Все это, выкормыши с одного гнезда. Это гнездо называется глобализм, глобальный мир, где интересов суверенного государства нет. И я понимаю, что заход турков в Закавказье, подход от мобилизации натовских инструкторов и сил Украинской гвардии в Незалежной Украине, это все звенья одной цепи. Цель одна – это Россия. И, соответственно, все вот эти вопросы, которые мы поднимали на предыдущем стриме, о внедрении так называемых серых жуков в управление власти, которые действуют в интересах не населения той или иной территории, Южной Осетии, Абхазии, России, а именно в интересах глобального мира. И отсюда вот то, что мы наблюдали с Пашиняном в Республике Армения в этом конфликте турецко-азербайджанско-армянском на территории Нагорного Карабаха, лишь подтверждает мои догадки и все те смыслы, которые говорил нам дорогой Алан Мамир. Мы довольно долгое время с ним обсуждали вот эту теорию огненный пояс, которая сжимается вокруг нашей России. И, к сожалению, наши вот эти догадки, они начинают оправдываться. Еще два года назад мы говорили, что и турки будут заходить, и будет попытка развязать конфликты в Нагорном Карабахе, будет разморозка конфликтов в ДНР, попытка давления на Калининград, на Курилы. Но вот сегодня это все начинает выплывать. И вот в этой стратегии, конечно, нахождение мормонов на вторых позициях, даже в такой маленькой республике, как Южная Осетия, она чревата повторением тех событий, которые произошли в Нагорном Карабахе. Вот мои люди говорят, что в Южной Осетии боеприпасы также утилизируются, как они утилизировались в преддверии вот этих боевых действий в Нагорном Карабахе. Что не обновляется техника, не поступает амбунирование, продовольствие, ну то есть тылы все закрыты. Ну, все это может повториться уже на наших рубежах. И вот это, конечно, заставляет очень серьезно задуматься. Допустим, до Савропольской окра, где я живу, от Северной Осетии, ну, буквально 200 километров от меня. 200-250 километров. То есть, ну, при современном движении техники, можно представить, если наступление пойдет откуда-либо, там, турецкие войска пойдут, грузинские на Южную Осетию, то, возможно, все что угодно, надо быть готовым ко всему, ко всему угодно. Но тут вопрос другой. Кто насаждает эти фигуры в окружении, ну, вот этих серых червей в управлении, и почему их не убирают? Мы их засветили. Мы засветили этого мормона, я забыл его фамилию, которая в управлении внутренней политики, убебила Василия. Почему его не убирают? Кто за этим стоит? У кого такие интересы? Кто такой непробиваемый? В России, а я уверен, что согласование действительно шло в Российской Федерации, в Российской Администрации президента таких фигур. И почему пропустили именно такую фигуру, которая реально, я так понимаю, связана с международным центром этих мормонов. Я вот этого не могу понять. Поэтому я думаю, что после засветки будут определенные, конечно, скорее всего, они уже идут определенные шаги со стороны тех людей, которые нашу засветку увидели. Я уверен, что, конечно, будут разбираться, будут смотреть пошагово, откуда этот человек появился, кто его туда засунул. Потому что все охватить в России невозможно. А в Южной Осетии, когда напряжение идет со всех сторон, кое-кто может не обратить на это внимание. Но в социальной сети, слава Богу, мониторятся. Слава Богу, ставятся на карандаш те проблемы, серьезные проблемы, которые поднимают блогеры. Мы пустышку не гоним, не тянем. Мы говорим, как она есть. Мы не ангажированы ни чьей стороной. Мы не работаем в интересах каких-то зарубежных разведок. И глупо было бы, чтобы агенты зарубежных разведок вскрывали тоже возможную агентуру тех же разведслужб иностранных государств на определенной территории. Поэтому наши руки чисты и помыслы светлы. Но тут вопрос другой. Предвоенное время. Надо наводить порядок. А порядок почему-то не наводится. Надо же выявить тех, кто стоял за назначением простого епископа в Мормонской церкви, я не помню, с Нижнего Новгорода, на ключевой пост в Управление внутренней политики в Южную Осетию. Приграничный форт-пост, точнее, граничный уже форт-пост, который находится на стыке с государством, которое хочет войти в состав НАТО, Западного военного союза. И при этом действительно туманная такая личность, которая обладает всеми допусками к военной тайне, которая понимает, что и как может произойти, которая может влиять на те или иные события лица, находясь там у себя, на этой границе. Это я говорю про главного вот этого товарища, заведующего внутренней политикой. Тогда в социальных сетях он мне сказал, что на мой вопрос, когда ты уйдешь в отставку, уважаемый, он говорит, нет, я там собираюсь досидеть до пенсии. На что я ему ответил, что при нынешней модели, когда засвечивают таких людей, любые его соратники, и те люди, которые за ним стоят, они будут от него избавляться. На что он откланялся вежливо и ушел, как он думал, в тень. Но надо понимать, что мы их не отпустим. Мы таких людей, которых засветили, которые могут действительно повлиять на исторический ход событий, как это было на Горном Карабахе, мы, если вцепили зубами, мы их не отпустим. Это должны все понимать. Нам не нужно, чтобы молодняк наш гибли. Мы и так много крови пролили в Великой Отечественной войне. Мы и так много крови пролили после 1991 года. Хорош. Надо к этому делу относиться со всей серьезностью. И на такие посты должны приходить люди компетентные и патриотичные, которые сидят на крючке глобальных корпораций, которые получают доллары в конверт. Как-то так. Притом он сознался же, что он действительно правду сказал, я уже там давно не епископ, я там простой прихожанин. Ну, типа, от веры не отрекся. Ну, если таким образом ты там стоишь до конца, ну, тогда давайте до конца и весь расклад сделаем, посмотрим, что, да, действительно, это структура, которая сотрудничает с ЦРУ напрямую. И почему он там, плевать ему на всех, что ли, что он не хочет там уходить никуда. То есть, ну, ладно, на нас, да, допустим, мы там кто такие, там блогеры какие-то сидят, разговаривают. Но спецслужбы-то должны сделать выводы, я думаю, соответствующие. Конечно. Конечно. Разработка по-любому должна пойти этих людей. Но когда назначали САП, я думаю, что же разработка шла, кто он, что он, откуда, как. А разницы нету, генерал он епископ, ну, высший раб епископ, мормон, или простой рядовой мормон, это одно и то же. Связи остались наработаны, концы там, за рубежом остались более чем уверены. Гранты он получал, что еще надо? Ну, мы не говорим, что он разведчик, там, профессиональный, американский. Мы говорим, что таким людям места нету руководителям управления внутренней политики Южной Осетии, приграничного государства, который находится действительно на острие возможной атаки, военной атаки. Тем более, в 08-08-08 эта атака произошла, и там погибли наши миротворцы. А сейчас там происходят такие вещи, что утилизируют боеприпасы, что войны невозможно, я же повторяю, турки зашли на территорию, а руководство Республики Южной Осетии утилизирует боеприпасы. События в Карабахе не показали, что турки весьма и весьма сильны, и что если они втянутся в помощь Грузии, произойдет то же самое, что произошло в Нагорном Карабахе. А с Южной Осетии, да, с Северной Осетии, ну, там два плевка, блин, по расстоянию. И что? А братья Северной Осетии, осетины наши, они при пиковом времени пойдут опять как в восьмом году на помощь. И что? Беспилотники турецкие будут так же их расстреливать безнаказанно с воздуха, как армянские вооруженные силы в Нагорном Карабахе. Ну, тогда по-любому втянется войну Российская Федерация. Это же тоже не просто так, это же тоже не шутки. И это должны обсуждать не мы, простые блогеры, а это должна работать мощная спецслужба под названием Федеральная служба безопасности России. Ну, я так считаю. Вот смотрите, сейчас там какой-то закон выдвинул какой-то депутат, судя по всему, там не совсем адекватный, за фейки в интернете, если там озвучил какую-то информацию, там два года как бы могут посадить. И вот Андрей Краулов вчера выступил по этому поводу и дал совет начинающим журналистам. Он говорит, если у вас есть какое-то там сомнение, допустим, информация, всегда говорите в конце, допустим, видео, что прошу компетентные органы, прокуратуру, Следственный комитет разобраться, действительно ли эта информация имеет место быть или нет. Вот мы, пользуясь случаем, также можем обратиться, как официальное считаете обращение, уважаемые правоохранительные органы, кто в ответе за такую столь высокую фигуру в Южной Осетии. Проверьте, пожалуйста, факты и разберитесь, соответствует ли действительности эта информация или не соответствует. Соответствует ли занимаемой должности данный гражданин или не соответствует. Вот так вот мы можем сделать от себя. Да, я полностью согласен. Алан, ну ты там все-таки поближе совсем поделись, у тебя какие сведения, что произошло с тех пор, как мы обсудили этот вопрос. С тех пор особо ничего не произошло. Насколько я знаю, Кургинян сейчас вопрос в чем стоит. То есть эти мормоны подозреваются, не раз были влечены в связи с разведслужбами американскими, ЦРУ и РУМО в частности. И Кургинян поставил вопрос следующим образом. Если у нас иностранным агентам могут считаться физические лица и юридические лица, почему у нас не считаются по этому закону религиозные организации? И я думаю, надеюсь, как-то процесс в этом направлении, что религиозные организации внесут перечень из этих потенциальных иностранных агентов. Соответственно, под этот закон чтобы они стали попадать. И в конце концов это все запретят. Потому что эти структуры мне кажется гораздо более опасны, чем некоторые физические лица, которые объявляются иностранными агентами. Потому что они структурированы, хорошо финансируются, они очень идеи и все прочее. Я хочу сказать, Алан, извини, перебью. У меня в Ставропольском крае была такая заместитель председателя для правительства Кувалдина Ирина. Я с ней сам лично сталкивался. Она была действительно непродеваемая женщина, непотопляемая. У нее был мощный карьерный рост. Она была на хорошем счету. Но в итоге ее запятнали то ли на взятки, то ли на растрате. И когда начали копать, оказалось, что она работала в интересах структур Сороса. Понимаешь? И я поймал себя на мысли, что у нас все самые классные, самые непотопляемые, самые такие принципиальные чиновники, они реально могли пользоваться услугами вот этих структур, которые обеспечивали им финансирование, которые обеспечивали им продвижение по карьерной лестнице, которые обеспечивали им информационное какое-то прикрытие. То есть при наличии таких серьезных структур, можно из говна сделать конфетку, вот как сделали из Пашиняна. Я когда работал в Армении, я помню, как это все начиналось, как разносилась информация, что действующий президент наркоман, алкоголик, игрок казино, который проигрывает по 8 миллионов долларов в сутки, которым наплевать на интересы народа. И тут приходит Пашинян на белом коне. Схема такая же, как и с Навальным у нас сегодня. И тут приходит Пашинян, все это делает, но в итоге по результату что происходит? Слили Карабаху, убили потенциальное пассионарное молодое поколение Армении. И все. Они цели добились, опять же, как ты говорил, ребята, надо смотреть именно за горизонтом. За горизонтом действительно уже теперь маячит выдавливание 102-й военных баз. Строительство иностранных турецких баз на территории того же Азербайджана. Макс, вот как говорят наши руководители, Турция у нас стратегический союз. И по действиям это тоже видно. Вот сейчас открыли совместно атомную электростанцию в Турции, все газопроводные проекты, ну и многие другие вещи, которые нам говорят о том, что Турция наш на сегодняшний день стратегический союзник. Но при заключении подобных стратегических союзов должны были пойти на некие уступки, да, то есть предложили Турции взамен на союзничество, на сотрудничество, что это же самый главный и открытый вопрос, что им дали взамен, понимаешь, мы же этого не знаем. И судя по тому, что происходит в Закавказье, это вот реализация этого союзнического некого закрытого договора. Вот что туда входит? Вот они сейчас турецкий руководитель, не буду врать, высокопоставленный, заявил, что они признают территориальную целостность Грузии. То есть он фактически поставил вопрос по поводу Абхазии и Южной Осетии. То есть поставил вопрос уже по поводу Абхазии и Южной Осетии, турецкий высокопоставленный чиновник. Алан, подожди, две секунды, пока не забыл. А вот этот Абхаз, он, ты не в курсе, которого задержали? Он же год назад там какой-то переворот был Абхазский, не переворот, а пришел новый президент. Они не в связке работали? Они работали вместе, он как бы такой, фактически они привели нынешнего президента к жальнию, к власти. Вот Ахра, Абхаз, позывной его по Донецку знает. И там убили, там с чего начался весь политический кризис, убили двоюродного брата, то есть двоих людей расстреляли там в центре Сухума, в том числе двоюродного брата Ахры. И как бы начался вот такой политический кризис, в ходе которого в власти пришел Бжаня, тот ушел в отставку. И вот на сегодняшний момент уже посадили самого Ахру, якобы за хранение оружием и попытку госпереворота. Вот этого соратника, вот этого президента Абхазии. Да, 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 да. Это вот Ахра, а ведь, который известен в Донецке был полевой командир, пятнашки командиром, был позывной Абхаз. Это вот его. Ну, а нормально был, ты его знал, Аллан, этого Абхаза? Я его хорошо знал, нормальный парень, не знаю, не особо... Но не бандос? Не бандос он, как бы, ну, не знаю, наиболее, ну, как сказать, он такой воспитанный, хороший парень был. Ну, по чем был, есть, есть, да. Ну, вот его использовали... А зачем его тогда посадил этот президент Абхазии? А это вот вопрос, тоже, понимаешь, мы же это тоже обсуждали. Его посадил президент Абхазии, я думаю, по всей видимости, потому что Ахра это некая сила, за которым стоит улица, за которым стоят какие-то вооруженные люди и, соответственно, он не нравится, да. Но я, честно говоря, предполагал, что Ахру вышлют из Абхазии и отправят в Донецк, где там Россию, ну, будет, говорят, просто из республики. Они все-таки решили его посадить. Без прямого указания от московских кураторов этого сделать было невозможно, потому что Ахра тоже, как бы, как сказать, небесхозный парень, Ахру и ФСБ там все как бы, да, все там нормально, за спиной поддержка у него есть. Опять получается какой-то некий таинственный куратор, который в Москве сидит, который этого Мормона засунул и, получается, и тут клим забирает. Да, что Москву, как бы, ты пойми, что руководство, что в Осетии, там, я не знаю, в Донецке, в Дуганске, в Абхазии, это не самостоятельные люди, это фигуры, которые выполняют некоторые некие указания, которые поступают в администрации президента. Это особо секретом это не является, да, есть некие кураторы. И вот схватка пошла уже в Москве, по всей видимости. И вот то, что мы видим в Абхазии, это результат этого столкновения. То есть, неких одних кураторов с другими кураторами. Алан, Алан, но перед возможными боевыми действиями нельзя же раскалывать внутри общества, почему это делать в Абхазии, в Осетии, в России опять. Кто это делает? Ну, кто нам гадит? Донецк. Донецк. Донецк опять. Ну, это происходит, ну, на мой взгляд, мое субъективное мнение, как бы, да, есть определенные силы в России, которые работают на демонтаж государства. Эти силы не работают дворниками или водителями маршрутов, или даже, не знаю, преподавателями. Ну, это, естественно, это и богатые бизнесмены, деньги у которых лежат на Западе. Это представители силовых структур, которые тоже по своим причинам уже перемещают. Ну, да. Ну, то, что происходило в Советском Союзе, мы же модель видим, схему. То есть, ГБ, особенно Пятое управление, во главе с товарищем Попковым, участвовало в этом демонтаже этого Советского Союза. Это уже куча книг и текстов по этому поводу написано. То есть, это все велась работа многие годы. Создавался базис в виде этого криминалитета, да, мафии, в виде этих торгашеской мафии, да, торговой. Именно базис создавался тот, который потом возьмет власть в новой России. Это все создавалось в конце 70-х, 80-х годов. Алан, Алан, ну, это же опять проигравшие будем мы, народ России, блин, и Южная Осетия, и Абхазия. Да, это просто, понимаешь, ну, тогда хотя бы понятно было границы, по которым кололи, и понятно была идея, под которую разваливали. То есть, вхождение России в Запад. Они считали, что они отбрасывают окраины, вот эти национальные, все Среднюю Азию, Кавказы, вот делают российское государство, это Россия входит в состав, в Европейский Союз, в НАТО там, во все структуры. И мы с таким супер государством, да. Европа плюс Россия со всем ядерным потенциалом, такие мощные, и все это красивый проект был, по-моему, назывался «Звезда», Андроповский был такой план. И вот все нынешнее руководство, это вот люди, которые воплощали этот план, да, их подбирали определенным образом, и силовых структур будут везде. Но в какой-то момент этот план закончился, и у них внутри пошел раскол. Одни готовы дальше колоть, дробить, потому что Европа не хочет целиком, там же тоже не идиоты, не нужна им такая территория. А другие хотят как бы сохранить государство. И вот на разных фронтах, на этих маленьких, мы сейчас видим, как они с другом сталкиваются. Вот в Южной Осетии, там в Абхазии, в Донецке, в Северной Осетии, вот одни хотят сдать, другие не сдать, третьи, давайте до Киева дойдем. И вот такая вот борьба идет. Внутри правящие элиты нет единства. Понимаешь, то есть на одном корабле нет единства, даже среди там капитанской рубки, это не говоря там уже обо всех остальных структурах. Не, ну судя как... Поэтому, поэтому понимаешь, да, что, ну, печальные могут быть результаты, как в Карабахе произошло, для многих это был сюрприз. Все нормально. Я же понимаю, что когда говорят, мы там, это не мы, это вот там армяне виноваты. Я говорю, хорошо, вы проиграли ситуацию, в тот момент, когда Пашлян к власти пришел. Ну ладно, вот вы вас за Осетии можете не смотреть, понятно, но в МИДе, в нашем, в МИДе, в Москве, ну не знаю, процентов, ну 30 запасов, ну пусть 20 процентов, руководство МИДа это этические армяне. Начиная с Лаврова, там, Захарова и все этические армяне. И они прекрасно знают, что происходит у них на родине. Они не могут знать, может, что происходит в Тирвизе, но что происходит в Армении, они хорошо знают. И они сейчас говорят, вот там народ выбрал. Ну что значит народ выбрал? Народ выбирает того, кого ему преподносят. Это же на технологии. То есть вы профукали на той стадии. Опять же, почему никто не поставил вопрос? Вы профукали, потому что вы недостаточно компетентны, или вы это сделали специально? Расследований по чему не было, да? Не было никакого, никаких выводов не было сделано, оргвыводов. Не закончилось для армянского народа, я еще раз говорю, потери 10 тысяч молодых парней, пассионарных. Но опять же, а если уже стратегический союз с Турцией, а до каких пор там этот союз, что туда включается? А включается ли туда Крым и Украина? А включается ли туда, я не знаю, вот при России и Абхазии? Что туда еще включается, этот договор? Что еще турки попросили за союзничество за это? И насколько можно верить таким союзникам? И почему Турцию выбрали в виде союзника? Ну там много таких вопросов возникает. Но судя по тому, что происходит за Кавказией, есть некие договоренности, которые воплощаются в жизнь. Вот это факт. Понимаешь? И об этом, ну, мне больно, потому что там мои братья там попадут под выстрелы градов опять или еще чего-нибудь. Вот поэтому. А в конечном итоге это все равно стратегически будет ошибка. Потому что столько, сколько воевала Россия с Турцией, столько мы не воевали с кем, даже с Германией. Там, считай, там 18 или 15 раз с Османской империей, с Турцией, с этими всеми странами, которые там на этой территории находились. Бесконечное количество раз мы воевали, огромное количество, и проигрывали, и выигрывали, и все остальное. И как можно им верить, и заключать с ними какие-то долгосрочные союзы, я не понимаю. Но у нас по принципу, как бы, вот жара большой, ему видней. Знаешь, в Москве они там сидят, и как бы им видней. Что ценой будет сдачи вот этой? Вот Карабаха часть сдали, дали им возможность эти транспортные коридоры сделать, сесть на этот шелковый путь. Этого же турки хотели, на него сели. А чей это шелковый путь? Китайский. Соответственно, Китай там тоже в теме. Вот мы как-то... Ну, китайцы. Война, бесконечный путь хитрости. Они всегда стоят за спиной. Понимаешь? Вот сегодня я смотрел там тоже видео, в новостях там так радостный. Вот шелковый путь, там Турция, Азербайджан, наседлали шелковый путь. Но это чей шелковый путь? Шелковый путь это из Пекина в Берлин, из драконов в Тевтоны, как говорят. А они просто на этом участке будут свой кэш снимать. Но это же китайский проект. Ну, Китай, он вырвался в лидеры за 30 лет, а мы за 30 лет ушли на ложные пути. У нас нету ничего. А вот если получается, что Китай заключил стратегический союз с турками, и еще с кем-то, это же все же вокруг нас происходит. И как тогда? Мы сдаем одну позицию за другой, одну за другой. Потом в какой-то момент народы перестанут верить. Я же вот тоже говорил с этими. Ну, вы хоть поймите, армянская диаспора очень мощная в России. Пройдет какое-то время, и они поймут, что как бы их обманули, их предали. Кто участвовал в революционном движении начала прошлого века? Евреи, армяне, и там представители других кавказских народов. Основной ядро-то кто был? Товарищ Хамо, товарищ Микоян, и все остальные, Сталин, и Закавказье все было. И вот евреи. Никизин. Потому что они были преданы, это же вся резня там, и все остальное. Они считали, что их как бы, ну вот, предан там. И они вот как бы, ну не скажу, что слово уместили, но по большому счету, как говорят, там великая русская революция. Но революция-то была антирусская. Ну, если так называть вещь с ими-то именами. То есть было некое такое бремя, которое Русь там наложил, это Россия, да, и вот эти народы как бы восстали. Сейчас что, хотят ту же схему исполнить. Но сейчас вся эта армянская диаспора будет против, вся там среднеазиатская диаспора станет против, там еще какие-то кавказские диаспоры будут против. И все это против, против, против. Украинская диаспора, естественно, уже, не знаю, назвать ее пророссийской лояльной очень сложно, понимаете? А если там опять кровь польется? И все это в схеме складывается, понимаешь? Как мозаику складывают, люди конструируют. Я вот просто вижу, как они сидят, это конструируют. А мы должны делать вид, что мы ничего не понимаем и погружаться в какие-то мелкие детали. Зачем нам мелкие детали? Нужно на это все сверху смотреть. А сверху это вот просто идет какой-то дерибан, понимаешь? На полшаге уже от него стоит. И когда ты начинаешь говорить, тебе говорят, ну ты какой-то идиот, сумасшедший, давай мы тебя посадим за разжигание там чего-то там. Друзья, уже у нас осталось немного времени. Я хочу напоследок вспомнить о том, что на прошедшей неделе поступали сведения с разных источников абсолютно, что на 15 марта намечается какой-то какие-то серьезные события, которые могут быть связаны как раз с приграничными конфликтами. Там с Евросоюза какой-то чиновник там проехался, там и в Молдове побывал, и в Украине, и в Грузии. Вот. И видео это выйдет как раз 15 марта, то есть завтра с утра. И посмотрим, не случится ли чего-то такого на 15 число, как говорят, если обозначишь, расскажешь о планах противника заранее, то противник может эти планы изменить. Но вот посмотрим, если вдруг сегодня уже получается что-то произойдет, экстра неординарное такое, то посмотрим, насколько сбываются наши прогнозы и предположения, и если вдруг что-то произойдет, я думаю, мы в экстренном порядке, вечером выйдем в эфир, соберемся и обсудим. Пока тогда предлагаю на этом закончить, у нас осталось меньше пяти минут, если кто-то хочет буквально минуту-другую что-то сказать еще, дополнить. Да, друзья мои, вот Макс тоже в прошлый раз обращался, в этот раз я скажу, мы там свои реквизиты оставляем, почему? Потому что вот мы хотим как-то технически перевооружиться, мы ни на кого не работаем, никаких олигархов, бизнесменов и все остальное, а много жалоб пишут мне и Максу в частности, что там звук плохой, картинка плохая или еще что-то. Это не из-за нашей там вредности, да, или из-за того, что мы там что-то не понимаем, а из-за того, что все эти вещи как бы стоят денег, мы за свою вот эту деятельность никакой зарплаты не получаем, соответственно, отрывать из семейных бюджетов и делать там это технически какие-то перевооружения и студии все организовать нет возможности. Если у вас есть желание, можете нас поддержать и мы обязательно улучшим качество вещания, потому что я думаю, скоро мы будем чаще и чаще с вами встречаться и общаться. Возможно, уже начиная с завтрашнего, то есть сегодняшнего дня для тех, кто будет смотреть это видео. Я хочу сказать, что пришло время объединяться. Хотим мы или нет, мы это должны делать. И мы это делаем, по крайней мере, пока в социальных сетях. Мы хоть что-то делаем. Поэтому, кто действительно понимает и оценивает всю степень потенциальной угрозы, она действительно, поверьте, есть все это. Мы уже привыкли видеть в онлайн-времени. Заходите к нам, присоединяйтесь, лайкайте, делайте посты, входите в работу, помогайте финансово, помогайте другими и иными способами. Мы работаем на общее благо. Поэтому в рамках проекта Сетевая партия мы рассчитываем на всех у вас. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо большое всем и вам, друзья, спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok